Происшествие в одном из сел Новоузенского района уже неделю будоражит местных следователей. В праздничные дни вот в этом доме произошло самоубийство. Женщина свела счеты с жизнью из-за кредитных долгов бывшего супруга. Жилище, куда мы сейчас прибыли и, соответственно, где проживала погибшая, право собственности имелось как у погибшей, так и у бывшего супруга. И с этим имелся спор о разделе имущества. Данное имущество было залогом по кредитному договору. Страх того, что долговое бремя бывшего мужа оставит без денег и крыша над головой, оказался сильнее страха лишиться жизни. 50-летняя Надежда Ниталиева понимала – новая экономика не по карману, экс-супругу. Нестабильность валютного рынка сказалась на платежной способности населения. Волна самоубийств на фоне валютного шторма началась с Ивана Швашидзе. Швашидзе, совладелец финансовой компании, застрелился после непростого дня. 16 декабря весь день курс валют стремительно менялся, а Центробанк принял решение поднять ключевую ставку с 10,5% до 17%. Время жизни истекает и для финансовых организаций. Опасаются экономисты, вслед за ключевой ставкой ЦБ. Коммерческим банкам также пришлось повысить ставки по вкладам. Более чем на 6%. Дальше, если ситуация в экономике начнет выравниваться, эту ставку Центробанк будет снижать. А это может привести к краху банковской системы. Как только Центробанк начнет снижать ключевую ставку, то что делать банкам? Увеличить ставку они увеличили по вкладам, но уменьшить они ее не смогут. То есть банки будут попадать в зону убыточности. Для них это плохо, для нас, как для бюджета, тоже плохо, потому что налогооблагаемая база будет уменьшаться, будет уходить в убытки. Банки будут приходить к разорению. Особенно пострадают те, кто сейчас заманивает клиентов под гипервысокую ставку. Несмотря на риски, перебивают цену ставки по депозитам, предлагая не рекомендуемые ЦБ 18%, а целых 20% и даже 22%. Можно было бы ожидать, что начнут гоняться за сбережениями населения. В этом смысле они это и начали делать. Соответственно, растет цена. То есть тот банк, который предложит больший процент по вкладам, тот и выиграет конкурентную борьбу за привлечение средств населения. Сложилась парадоксальная ситуация. У нас всегда на банковском рынке, чем больше срок привлечения, тем больше процентная ставка была. Но сейчас существует, допустим, предложение по вкладам на полгода по ставке 20% и на три месяца по ставке 22%. Может в итоге дорого обойтись. Дорого обходится и кредитам населению. Вместе с ростом ключевой ставки вверх поползли проценты по коммерческим кредитам. Как своего рода компенсация за высокие ставки по вкладам. Фактически уже банки начинают переходить к режиму работы вот этих маленьких компаний, типа быстрые деньги. И это очень плохо, потому что такие высокие ставки, они безусловно, во-первых, будут приводить к росту невозврата, а во-вторых, будут очень сильно уменьшать покупательскую способность нашего населения. Рост ключевой ставки аукнется и предприятиям, говорят эксперты. Инвесторам становится выгоднее вкладывать деньги не в бизнес, а открывать депозиты в банках. Больше выиграют от процентной ставки. Бизнес, население и банкиры опускают руки. Хоть за ЦБ. Если ключевую ставку не поднять за короткий срок, экономика в регионах застынет. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.